В МВД по республике Адыгея при содействии общественного совета при ведомстве проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Киберпреступность и дистанционное мошенничество как угрозы современному обществу, состоянии и меры противодействия». В мероприятии приняли участие министр Олег Бесмельницын, были приглашены на конференцию ученые и специалисты из различных городов. От республиканского МВД в работе конференции приняли участие руководящий состав и сотрудники Управления уголовного розыска, Следственного управления экспертно-криминалистического центра, начальники территориальных отделов на районном уровне, председатели районных общественных советов при ОВД. Органы власти Адыгея представляли заместитель председателя Государственного совета Хаса Республики, председатель Конституционного совета при Государственном совете Хаса Адыгея, герой России Эдуард Цеев, председатель Комитета по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Госсовета Хасы, председатель Комитета Южно-Российской парламентской ассоциации по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Александр Лобода. Рассматриваемая тема на сегодняшний день является наиболее актуальной и значимой в масштабах всей страны. В марте 2022 года на заседании Совета безопасности Российской Федерации под председательством президента России Владимира Путина даны поручения по обеспечению информирования населения в субъектах страны о схемах и способах совершения преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Особое внимание повышению эффективности работы по профилактике дистанционного мошенничества на территории республики также уделяется руководствам Адыгеи. В связи с этим по поручению главы региона Мурата Кумпилова в работе конференции приняли участие представители региональных структур и ведомств. В работе пленарного заседания также участвовали ректоры основных вузов АГУ и МГТУ Дауд Мами Исаида Куижева, председатель общественного совета при МВД, директор НИИ комплексных проблем Адыгейского госуниверситета Рашид Хунагов, члены общественного совета, представители банковской финансовой сферы, правоохранительных органов, общественности и органов местного самоуправления. Модератором конференции выступил официальный представитель МВД по Адыгеи Байзет Гомлешко. Открывая мероприятие, министр Олег Бесмельницын отметил, что встреча в таком формате в ведомстве проводится впервые и главным образом она направлена в совершенствование форм и методов профилактики, а также в выработке новых способов противостояния мошенническим действиям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Речь также идет о тех противозаконных влияниях, когда люди теряют свои извержения. Порой их суммы, действительно, цены, герми, в общем они достигают нескольких миллионов рублей за раз. Разумеется, основная задача органов внутренних дел заключается в выявлении раскрытия данного вида преступлений. К нами проведена рабочая встреча с уголовницей массовой информации республики, в результате которой достигнуты положительные договоренности о приоритетах от защищения материалов, касающихся профилактики и методов защиты от гибких преступлений. Внутри ведомства проводят по информированию гражданам и способов защиты от мошеннических действий, в том числе и путем взаимодействия с пресс-службой. Мы привлекаем многие подразделения, в том числе участковых, упалномоченных в полиции, уголовной розы, наших психологов, подразделения КАП и безусловно отделки полиции на районах. Проводятся акции по распространению среди населения памятника о профилактике видов мошенничества. И в конце хочу своего вступительного слова знать, что вопросы профилактики и мошенничества весной прошлого года обсуждал общественный совет МВД республики. Важным вектором направлении работы выбора на создание и организация работы кибер-тружин на базе двух крупнейших вузов Адыгеи. Их составы должны быть включены на более активные и паркованные IT-технологии студенты. Считаю важное необходимое подключение профилактической информационной пропагандистской работе образовательных учреждений, а именно действующих родительских и школьных советов. Уверен, что ваша активность и жизненная позиция, богатый профессиональный опыт в своих сферах деятельности, уважаемые участники конференции, непременно позволит добиться нам общих успехов в реализации этой важной актуальной задачи. Искренне надеюсь на подготовленное взаимодействие к достижению новичных правов. Далее о состоянии противодействия мошенничеству в сфере высоких технологий и особенностях расследования таких противоправных деяний выступили временно исполняющие обязанности заместителя министра, начальника следственного управления ведомства, полковник юстиции Владимир Лавров и начальник управления уголовного розыска МВД, полковник полиции Эдуард Кобзарь. За пять месяцев 2022 года количество зарегистрированных на территории республики преступлений данной категории увеличилось до 454 фактов. Необходимо отметить также увеличение доли зарегистрированных преступлений данной категории от общего количества зарегистрированных преступлений до 22,8%. В общем осилии зарегистрированных преступлений, совершенных в сфере IT, превалирующее место продолжает занимать мошенничество и преступления, связанные с неправомерным списанием, обхищением денежных средств, счетов, банковских карт. Сумма материального ущерба, причиненного гражданам республики в 2022 году, преступлениями данного вида, составила более 59 миллионов рублей, а если точную цифру 59 миллионов 641 тысяча 82 рубля. Более половины совершенных с использованием IT-мошенничеств, все уголовные направленности зарегистрированы в республиканском центре в городе Маякове. Уголовной ответственности на сегодняшний день привлечено 84 лица, чуть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Широкий общественный резонанс, вызываемый фактором совершения указанных преступлений, является значимым фактором формирования общественного мнения о состоянии правопорядка в регионе и деятельности органов внутренних дел в целом. Интенсивное совершение мошенничеств, появление в них новых статистических тенденций, повышающих их общественную опасность, требует новых подходов и к анализу для разработки мероприятий и сдерживания этого опасного вида преступлений, выявления и обобщения передового опыта по профилактике, раскрытии и расследованию мошенничеств. В Министерстве внутренних дел в республике на постоянной основе проводится работа по внедрению новых форм и методов противодействия преступления, совершенных с использованием IT-технологий, в том числе путем взаимодействия субъектами Российской Федерации по обмену имеющегося положительного опыта. Хочу также отметить, что в ходе проведенного анализа состояния преступности в сфере IT было установлено, что в этом году подскучено 313 уголовных дел, из которых 219 по сообщению о преступлениях, совершенных до конца февраля текущего года. И 94 после, то есть после начала определенных событий, наблюдался значительный спад совершенных мошенничеств. Аналогичная ситуация наблюдалась во всей стране. Однако в последнее время активность совершения мошенничеств и IT возобновилась. Это свидетельствовало о том, что основной вал преступлений данной категории совершался и продолжился совершаться лицами, находящимися за пределами Российской Федерации. Соответственно, установить их и последующие привлечь к уголовной ответственности достаточно проблематично. В ходе мониторинга сети интернет, различных мессенджеров на ресурсах поисков работы москваных государств, мы увидели, что публикуются объявления и предложения по набору на работу граждан в так называемых колл-центрах. В публикуемых объявлениях указывается, что работа заключается в обмане жителей именно Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных технологий под различными предлогами, путем совершения телефонов и звонков по различным алгоритмам, банк, безопасный счет, сотрудники полиции и тому подобное. В подобных вакансиях указаны основные требования кандидата – мужчины и девушки возрастом от 17 лет, базовое знание русского языка, грамотная и четкая речь, хорошая эфиция. Желающим настроиться на работу гарантируется высокая заработная плата, комфортное рабочее место, карьерный рост и отсутствие проблем с полицией. При этом публикуемые объявления больше похожи на призыв к совершению противоправных мошенничьих действий в отношении граждан России с максимальным причинением материального ущерба. Вместе с тем установлено, что двумышленники, как правило, находящиеся за пределами Российской Федерации, при выводе похищенных денежных средств и сокрытие средств преступления активно используют граждан России и лиц безгражданства, находящихся на территории Российской Федерации. Так называемых обнаживаниях. Данные лица за небольшую плату оказываются действием мошенникам в хищении денежных средств граждан путем перевода похищенных денег на счета и банковских карт, либо на счета карт подставных лиц, находящихся в пользовании обнаживаниях. При этом стоит отметить, что при совершении преступлений двумышленниками практикуется перевод похищенных денег между счетами и банковскими картами различных банков, в том числе и на счета банковских карт, имитентом которых является иностранная финансовая организация, что значительно затрудняет дальнейшее получение сведений о держателе банковской карты, счетах, движения денежных средств, по ней и месте их обнаживаниях. Проведенным анализом возбужденных в текущем году на территории Республики АДГУ уголовных дел по преступлениям, связанным с мошенничественными действиями, совершенными с использованием электроникационных и информационных технологий, а также зарегистрированных материалов по сообщениям преступлений данной категории, можно выделить несколько наиболее распространенных способов совершения мошенничественных действий, рассматриваемые категории. Мошенничество, совершенное из подлинного сотрудника банка, купля-продажа товара через интернет-сайты, помощь в получении кредита, трудоустройства и тому подобное, подбитом сотрудников правоохранительных органов, взлом страницы социальной сети, зеркальный интернет-сайт, сайт войны. Указанный список не является исчерпывающим, так как возможны иные способы и виды, а также их изменения или комбинирования. Во всех случаях обращения с мобильными устройствами, банковскими картами и компьютерами необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности, которые помогут обезопасить себя и грести от мошенников. Всегда нужно помнить, что персональные данные, например, пароль и логи, номера банковских карт, счетов, трехзначных логи и так далее, следует передавать третьим лицам. Любые попытки завладеть личными данными должны насторожить. Силами министерства решить проблему предупреждения информирования населения о видах и способах совершаемых мошенничеств невозможно. Однако, при сложенном взаимодействии со всеми министерствами и ведомствами, а также распространениями и организациями республики, используя общие усилия и ресурсы, перспективы доведения доследних граждан, все необходимые информации и улучшение оперативной установки в осматриваемых направлениях, безусловно, принесет свои положительные результаты. Продолжая расследование предыдущего, докладывающего начальника программы «Уголовного розыска», хочу дополнить, что действительно в последнее время количество совершенных фактов, так называемых мошенничеств, слышно. В соответствии с имеющейся информацией и в рамках расследования уголовных дел установлено, что подавляющая часть полуцентра находится за пределами Российской Федерации на территории иностранных государств. Указанные преступники, находящиеся за границей, привлекают к всем преступным схемам наших граждан, подставных лиц, которые оформляют вам по всей карте, открывают расчетные счета и используют для наличия как своих, как их лифт, то есть так называемых органов и иначе. В связи с тем, что организаторы и фактически исполнители телефонных машин, в частности, находятся на территории иностранных государств, что накладывают определенные сложности в проведении оперативных, специальных, технических мероприятий и следственных действий. Нам остается только выявлять и привлекать ответственность в указанную долгу. В настоящее время, в связи с отсутствием нормативной базы и едино-съединительной средственной практики, возникает определенная сложность в привлечении указанной лиц в уголовную ответственность. Рассматриваем проблемный вопрос. Причем, не только нашему региону данная проблема, характерная для всех регионов Российской Федерации, мы, конечно, привлекаем данную лицу к ответственности, направляем суды с именителем заключения в уголовную дела, в том числе и в взаимодействии с правоохранительными органами других человек в Российской Федерации, но необходимо, естественно, нормативно правовое регулирование данного вопроса. В настоящее время, в исполнении поручения правительства в Российской Федерации, Следственный департамент МВД России прорабатывает вопрос о внесении изменений к нормативным права Российской Федерации и отойдут в предложении по законодательным инициативам с проектным откладом президентом Российской Федерации по введению уголовной ответственности в отношении тех, кто доуков и, как мы прошли дальше. Я уверен, что это законодательная инициатива положительное связано на раскрытие рассматриваемого вида преступления. Ну и далее. Одним из важнейших элементов раскрытия и рассматриваемого вида преступления является оперативность получения информации о принадлежности обновлении всех номеров и позиционировании, детализации в телефонах и разговорах, также принадлежности расчетных сфектов, счетов, бюджетных денежных средств по ним и так далее. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить представителей банковского сектора в лице Паузбербанка, операторов сотовой связи, мегафон-частности, с которым у нас налажен электронный документ оборот, что способствует в скорейшем раскрытии рассматриваемого вида преступления. С остальными компаниями, организациями работы в данной части продолжается, положительные результаты будут достигнуты. Подробно о наиболее распространенных формах и методах обмана, а также некоторых технических особенностях осуществления финансовых операций, присутствующим рассказал руководитель подразделения КМВД Руслан Жачемуков. Использование информационно-техоммуникационной технологии и присутствующих оценок по себе будет являться серьезным вызовом как для правоохранительных, так и для контактных органов. Анализ мобильных угроз показывает колоссальный рост активности главного программного обеспечения из облетов, оборудовавших мобильные банки пользователей. Речь идет о банковских трояльных, так называемых банковых нацеленных на хищение средств через мобильный банк производитель. Что такое банковский трояльный? Это ведомостная программа, созданная в хищении денег через онлайн-банки. Подменяя страницу официальных банковских приложений и крупных онлайн-магазинов, программа похищает руки и пароли, а также данные банковских карт граждан. Для входа двухфакторной агентрификации программа способна перехватывать отправленные банками смс-сообщения и принаправлять их своим создателям. Чаще всего по видам легального программного обеспечения пользователи собственноручно скачивают на устройство и вирусную программу, замазкованную под популярным бесплатным приложением. Также банковские трояльные автоматически скачиваются на устройство и переходят по сомнительным ссылкам и самописанным сообщениям или электронных письмах. Как правило, сообщение и ссылка на скачиваем банковского трояльного сопровождают текст о начале распродажи, предложение обменять товар и посмотреть фото и видео интригующего содержания. Мобильный банк Сидроян, проникав на телефон, как правило, пытается получить доступ к смс-ведомлению. Им это нужно для того, чтобы их вакуировать одноразовые коды подтверждения операции, которые отправляют банки. Получив такой код, владелец в своей беде может из-за негативной предложения что-нибудь оплатить и перевести деньги на свой счет. Многие мобильные витарианы заодно используют и смс-ведомлению, чтобы заразить побольше устройств, рассылая ссылку на скачивание себя по всему списку контакта. Как обезопасить себя, это, наверное, самое главное, не стоит скачивать файлы из неизвестных источников, в том числе по ссылкам в мессендаре, не устанавливая приложение из неофициальных магазинов, не устанавливая приложение, если вас ответно просит по телефону, неважно кто. Всегда обращайте внимание на разрешение, которое запрашивает устанавливаемое приложение. Банковским дроям нужны два разрешения. Показ вверх всех окон и право доступа к смс-ведомину. Поэтому стоит быть особенно осторожным, где приложение, которое устанавливается на мобильном устройстве, которое запрашивает эти разрешения. Пользоваться приложением мобильного банка, а не мобильной доступной версии. Если вам необходимо воспользоваться доступной иллюзией, следует вводить адрес вручную, потому что в интернете, мы с адресом на 4 и указывали раньше, много подменных фишинговых страниц. Не стоит использовать очистенный Wi-Fi для футболного банка и оплаты покупок. Пользуйтесь мобильным интернетом от оператора или платными VPN-сервисами, которые строят ваших данных. Обращайте внимание на сумму и реквизиты операции, которые содержатся в смс-отданках. Никому не сообщайте коды и со смс. Установите на телефон антивирус, регулярно его обновляйте и проверяйте файлы на телефоне. Президент регионального отделения Всероссийской полицейской ассоциации Валентин Михайловский обратил внимание участников конференции на особую актуальность рассматриваемой темы. Ветеран органов внутренних дел, человек с богатым профессиональным опытом призвал сотрудников оперативных и следственных подразделений министерства сконцентрироваться на противодействии киберпреступности и инициативно разрабатывать и внедрять в практическую деятельность новые формы противодействия дистанционным мошенничествам. Представители Госсовета Хаса Адыгеи Эдуард Цев и Александр Лобода отметили, что каждое решение, принятое по данному вопросу, должно работать четко и эффективно. Поэтому в законотворческой деятельности важно учитывать все факторы, комплексно подходить к выработке качественных путей разрешения проблемы. Характеризуя складывающуюся криминогенную обстановку, Семен Лебедев, который на протяжении более 10 лет активно занимается изучением вопросов кибербезопасности, обратил внимание на то, что все больше и больше преступлений перетекает в сферу эти технологии. По мнению эксперта, необходимо выработать четкие алгоритмы выявлений и раскрытия этих деяний, не только блокировать угрозы, а также проводить работу по установлению их источников, которые в большинстве случаев являются анонимными. Подробно на негативных последствиях цифровизации в своем выступлении остановился Владимир Степанов. Он подчеркнул, что главная задача мошенников – выяснить у человека конфиденциальные данные, логины и пароли, которые откроют доступ ко многим электронным ресурсам потерпевшего, особенно банковским счетам. Чтобы избежать этого, гражданам следует быть бдительными и не поддаваться на уговоры незнакомцев. Председатель общественного совета при республиканском МВД Рашид Хунагов, который оказал практическую и методическую помощь в организации этой масштабной встречи, подробно остановился на работе совета в сфере профилактики преступлений данной категории. Следует отметить, что научно-практическая конференция стала завершающим этапом посещения экспертным сообществом Парка науки и инноваций Адыгейского государственного университета. Во время экскурсии гости ознакомились с самыми передовыми разработками в области генетики, социальной инженерии и кибербезопасности. Специалисты организовали для приглашенных презентации. По итогам межрегиональной научно-практической конференции выработана резолюция, к реализации которой руководство и сотрудники Министерства, представители экспертного сообщества, общественники и другие субъекты профилактики приступят в ближайшее время.